Привет всем! Вы на канале Беларе Лайф. Сегодняшнее видео о косметике, точнее о пустых баночках. Я успела попользоваться определенными продуктами и сегодня хочу с вами поделиться своим опытом. Стоило ли с ними связываться или это были просто деньги на ветер? Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. И сегодня речь пойдет об уходовой косметике. Я начну с очищения кожи лица. Девочки, уже несколько месяцев я не использую мыло на своем лице. То есть я не умываюсь мыльными средствами. Я отказалась от всех гелей, от всех пенок, от всего, что содержит мыло. Ну и сульфаты и так далее. И вы знаете, я увидела результат на своей коже. Во-первых, кожа не стянута, несмотря на то, что у меня смешанный тип кожи. Но после умывания мыльными средствами кожа была стянута и мне приходилось ее усиленно увлажнять. Также уменьшились высыпания. И мне кажется, что выровнялся тон лица до такого уровня, что когда я не снимаю видео, я не пользуюсь ни биби-кремами, ни пудрой, ничем. То есть я довольна своей кожей на сегодняшний момент. Начну со средства от компании Кокобата Формула. Это средство на основе кокосового масла. Оно не содержит никаких мыльных средств. И что я вам могу сказать по этому средству? Оно очищает очень и очень мягко. Но косметику оно снимает отвратительно. То есть если вы целый день ходили без косметики, то, пожалуйста, вот эта мягкая формула идеально подойдет для очищения вашего лица. Но если у вас на лице есть косметика, нет, конечно, тушь он снимет. Но глубоко он кожу не очистит. То есть он не справится ни с тональными средствами, ни с биби-кремом. Поэтому это средство я использую только тогда, когда не накрашено. Второе средство для очищения кожи лица – это крем для умывания от Naxema. Это довольно-таки недорогое средство. Баночка стоит в районе 6-7 долларов. Я уже точно не помню. Выглядит действительно как крем. У него довольно-таки неприятный запах. Он мне напоминает запах какой-то мази для ног, если честно. Но этот крем идеально справляется со своей задачей. Он очень хорошо снимает косметику и очень хорошо очищает кожу от тональных основ. В ингредиентах у нас вода, стериновая кислота, масло льна, масло сои, глицерин и так далее. Стериновая кислота очень часто используется в косметологии. Ее используют в изготовлении всевозможных кремов, пенок для умывания, которые не содержат сульфаты. Стериновая кислота идеально защищает эпидермис вашей кожи, создавая как бы пленочку на лице. Куплю ли я еще раз? Да, обязательно я куплю это средство, но уже баночку возьму побольше. Каждое утро, конечно же, необходимо также очищать кожу лица. Но так как утром нет никакой косметики, то утром я очищаю кожу лица мицеллярной водой, после чего я обязательно умываюсь, протираю кожу тоником и наношу увлажняющий крем. У меня несколько видов мицеллярной воды, и сейчас я вам покажу, что же я использовала. Мицеллярная вода от Лиз Бутье. 0% парабенов, мыла, алкоголя, никаких красителей, никакого запаха, никакого масла. Гипоаллергенный, для любых типов кожи, не комедогенный. Девочки, мне очень, честно говоря, понравилась эта мицеллярная вода. Согласно ингредиентам, ее можно даже не смывать с кожи лица. Но я привыкла все смывать с кожи лица, и после любой мицеллярной воды я умываюсь. Очень удобная баночка. Вот сюда вы кладете тампончик, нажимаете, то есть средство не соприкасается с воздухом. Мне очень понравилось, и в ноябре опять будет распродажа Лиз Бутье. Если будет эта мицеллярка, я куплю ее обязательно. Вторая мицеллярная вода от Лореаль. Также приобрела ее на распродаже Лореаль. Чем она хороша? Она прекрасно справляется со своей задачей, то есть прекрасно очищает утром кожу лица. По ее составу вроде бы как тоже можно не смывать, но, как я уже сказала ранее, я всегда смываю мицеллярную воду. Приятная цена. Если я не ошибаюсь, эта мицеллярная вода шла в подарочном наборе, и получалось, что вот эта огромная банка стоит примерно 5 долларов, и 5 долларов стоил крем. Что-то такое, не помню. Но если будет еще такой набор, или если эта мицеллярная вода будет по 5 долларов, я обязательно ее куплю. Также от Лиз Бутье у меня лосьон тоник для сухой кожи, любых возрастов, 100% без алкоголя. Вода, глицерин. Девочки, но, как я уже говорила в одном из своих видео, тоники это, конечно, такая спорная тема, потому что 95% состава тоника это вода, 5% это какие-то питательные увлажняющие средства, в зависимости от того, что тоник о себе заявляет. Тоник неплохой. Но куплю ли я его еще раз? Нет, не куплю, девочки. Я потихонечку перехожу на натуральные тоники, о которых расскажу в следующем видео. Но если кто-то любит тоники, то этот тоник идеально подходит для сухой кожи. Он также идеально подходит и для моей смешанной кожи. После этого тоника не хочется наносить крем на лицо. Ну, неплохой продукт, скажем так. И последнее средство для очищения кожи лица это салфетки от Ивраши. Раньше я скептически относилась к салфеткам, но когда они мне достались в подарок, я решила их испробовать. И они идеально справляются с очень-очень накрашенным лицом. То есть они идеально снимают всю косметику. И тональную основу, и матовую устойчивую помаду, и тушь. Все. Салфетки снимают идеально. Они очень хорошо работают. Но хочу оговориться, что также прекрасно и хорошо работают любые влажные салфетки. Ну, у меня просто из детской серии. Я не знаю, справятся ли, например, обычные влажные салфетки. Но любые детские влажные салфетки также идеально снимают косметику. Только, как вы знаете, упаковка детских салфеток намного-намного больше. Поэтому салфетки – это еще одна альтернатива, как отказаться от мыла. Следующие продукты – это кремы для лица. У меня их накопилось достаточно. Есть как дешевые, так и дорогие. Поэтому поехали. Начну с кремов, которые, ну, если не разочаровали, то не оставили никакого положительного впечатления. Начну с Ивроше 7.9. Я не помню, откуда он у меня достался. Скорее всего, это был подарок. Потому что кремы Ивроше я не покупаю. Я не вижу от них толка, если честно. Да, я его вымазала. Мне очень нравятся отдушки Ивроше. Он приятно пахнет. Но тут написано для нормальной и смешанной кожи. Вы знаете, на этот крем я макияж не могу наносить, потому что лично моей смешанной кожи, как они пишут, для моей смешанной кожи он был жирноват. Нет, больше никогда не куплю. Ну, а если он попадется мне опять в подарок, то придется этот подарок кому-то передарить. Девочки, и мое большое разочарование. Крем от Lancome. Это был первый крем из дорогой косметики. Если честно, я решила себя побаловать и разочаровалась на все 100%. Цена не маленькая, а результата, скажем так, своих денег он не стоит. Да, конечно, он увлажняет кожу. Не без этого. Но у меня есть крем, например, от L'Oreal, который обошелся мне в 5 долларов. И вот он ничем не хуже вот этого крема, который 60 долларов, что ли, стоит. Не буду врать, я цену не помню. Значит, это Visionaire, корректор кожи, который должен как бы корректировать кожу, уменьшать, наверное, поры, морщины и улучшать текстуру кожи. Ничего этого он не делает. Я купила его, скажем так, хаотично. То есть обычно, перед тем, как что-либо купить из дорогой косметики, я читаю много отзывов. Я сначала купила, потом почитала. И большинство девчонок говорят, что крем плохой. La Roche-Posay. Как вы знаете, это аптечная косметика, производство Франции. Она гипоаллергенная. Без запаха, без консервантов, без парабенов. Увлажняющая эмульсия. Скажем так, что это действительно очень легкая эмульсия. И на лето она для смешанной кожи подходит идеально. Но если на улице весна, осень, зима, а в Канаде чаще всего холодное время года, то со своей задачей увлажнения эта эмульсия не справляется. А покупать ее всего лишь на 3 месяца лета, дорогое удовольствие. Девочки, Я иногда покупаю косметику в Костка. Точнее, косметику Киркланд. И вы знаете, еще ни разу я не разочаровалась. Например, вот эта сыворотка под глаза от Киркланд. К сожалению, все ингредиенты... А здесь и не было ингредиентов. Ингредиенты были на коробке. Я не смогу вам зачитать ингредиенты, но сыворотка действительно обалденная. В упаковке было 2 флакончика. И если я не ошибаюсь, упаковка стоила 20 с чем-то долларов. То есть, один флакончик стоит 10-12 долларов. Так вот, действительно очень классно. Во-первых, очень большой тюбик, 15 миллиметров. О, миллилитров. А во-вторых, действительно классно увлажняет кожу под глазами. Не раздражает ее. А у меня очень чувствительная кожа под глазами. И я сразу чувствую какую-нибудь, даже малюсенькую гадость, если она присутствует в продукте. Эта сыворотка прекрасно справилась со своей задачей. Она отлично увлажняет кожу. Я ее использовала как утром, так и вечером. Ну, коль я уже заговорила о коже под глазами. Девчонки, второй крем от Avene на основе термальной воды. Огромная баночка, хотя тоже 15 миллилитров. Гипоаллергенный, не комедогенный. Очень классно справляется со своей задачей. Очень классно увлажняет кожу под глазами. Но здесь он от всего. От мешков, от морщин. Я считаю, что если у вас есть какая-то явно выраженная проблема, то лучше брать крем, который направлен на работу с морщинами или на работу с мешками под глазами. Хотя я сомневаюсь, что морщины, может быть, еще как-то разгладят, если они маленькие, но мешки под глазами. Я сомневаюсь, что крем с этим справится. Неплохой крем. Буду ли брать еще раз? Ну, возможно, взяла бы, потому что он неплохой. Я его рекомендую. Но я еще не использовала, точнее, я еще не успела испробовать всю аптечную косметику, поэтому я пока изучаю ассортимент. Ну, и как я показывала ранее, L'Oreal крем с витамином Е обалденно увлажняет кожу. Я его использовала зимой и на ночь. Классный крем, девчонки. Если сравнивать цену, он обошелся мне в 5 долларов, а крем от Lancome, короче, вот так вот. Как-то мы поехали в Америку, в аквапарк. Я забыла взять крем для тела. И, как вы понимаете, после бассейна, после хлорки, кожа просто требует увлажнения. Я зашла в долларовый магазин и купила себе вот такой крем для тела на основе кокосового масла. Девчонки, здесь кокосовое масло, глицерил, витамин Е. Правда, в конце есть и минеральное масло, но, девочки, крем 170 грамм стоил доллар. Поверьте, Американки вам везет, потому что в наших долларовых магазинах крем за доллар с таким составом купить невозможно. Мы собираемся опять в этот же аквапарк, и я обязательно себе перекуплю уже несколько таких кремов. Ну и буду заканчивать. Быстренько расскажу о косметике для волос. Как-то я уже рассказывала, что на распродаже L'Oréal я приобрела вот эту глиняную маску для кожи головы. Она стоила всего лишь 2 доллара. И я корю себя за то, что, боже, почему я купила всего лишь одну маску, потому что... Ой, как она пахнет приятно. Ее не так уж много здесь, всего лишь 150 миллилитров, но она очень классная. Значит, что она дает? Конечно, я, как обладательница густых волос, не могу говорить, что маска такая классная, что после нее там растут шевелюры. Нет, девчонки. Но кожа головы также требует и питания, и тщательного очищения, и шампунь не всегда идеально справляться со своей задачей. Что же мне дала эта маска? Ну, конечно же, дополнительное очищение. То есть после этой маски вы шампунем пользуетесь чисто символически. Тем самым кожа головы очищается, ну, натуральным способом, то есть с помощью глины. Обалденная. Девчонки, если я натолкнусь на нее еще раз, я куплю себе, наверное, банок 5. Девочки, стопроцентное разочарование. Это сыворотка для волос от Ивроше. Девочка-консультант мне так ее рекомендовала. Говорила, что нужно наносить на влажные волосы. Что очень хорошо эта сыворотка работает с кончиками волос, хорошо увлажняет волос. Короче, что она делает в итоге? Она склеивает кончики волос до такой степени, что вы не можете расчесать ваши волосы. Поэтому ничего положительного с кончиками волос она не делает, кроме того, как склеивает. Больше не куплю никогда. Деньги на ветер. И вам не советую. Ну вот и все, девчонки. Я поделилась с вами своим опытом. Я не настаиваю на том, что это плохие или хорошие продукты. Возможно, кому-то они идеально подходят. Но мне не подходят. Те, которые подходят, я вам уже показала. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. И до следующих видео. Всем пока!